Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Ребята, как вас зовут? Почему вы в кадре вообще вместе? Откуда вы приехали? Представьтесь! Я Наталья. Я Андрей. Да, мы супружеская пара, поэтому приехали вместе. Собственно, был запрос именно пройти все эти процессы на этом ретрите вместе как пара. Для меня это второй ретрит, вторая встреча со Светланой. Первый раз я ездила одна. Очень много в себе открыла, раскрыла, накопала, достала, прополоскала, перебрала. И настолько явно объяснила Андрею. Да, я поняла, что я совершила просто квантовый скачок. И если скакать одной, то я далеко упрыгаю. А нам важно идти вместе по жизни. То есть это наше желание, наша любовь, наша... Наша? Наша. Я смотрю, там рыбы целуются. Кстати, они сегодня правда все утро целуются. Представляете, да? Да. Слушай, такие энергии любви, на самом деле, этот ретрит, это все про любовь, да. Андрей, как ты принял решение, что, да, я поеду, вот я потрачу эти 5 дней своей жизни на это мероприятие. Что стало этим триггером, чтобы принять это решение? Наташа стала триггером. Ну, просто ее желание, да? Или что-то, в ней что-то увидел? Или просто ее желание? Как это для тебя было? И в ней увидел. И я, в принципе, за всем этим наблюдаю давно. За Светой ты имеешь в виду? Да. И за Светой, и за Наташними трансформациями, и самому интересно. И мне кажется, что вот все то, о чем здесь говорится, все то, о чем мы разговариваем, все то, что мы совершаем, как будто я это знаю все. Ну, то есть, не как будто я это все знаю, но я не слышал этого, ну, то есть, это все внутри, это есть внутри. И когда ты слышишь снаружи эти слова, то есть, ты видишь эту энергию, и, ну, как оно сочетается просто, оно складывается, картинка пазла начинает собираться. Это сложилось, да, для тебя? А если бы вы, ребят, говорили в формате ожидания и реальность вот про эту поездку? Я вообще ничего не ожидал. Вообще ничего? Специально, просто даже не выстраивал никаких ожиданий, и я ехал просто как с пустой головой и чистым сердцем. Класс. Да, у меня тоже не было ожиданий, потому что первая моя встреча со Светланой показала, что какие бы у тебя ни были ожидания, какие бы ни были ожидания, то есть, будет все совершенно по-другому. И вот это вот нужно иметь, наверное, просто самое главное стремление именно прийти к себе и быть открытым. Не ставить какие-то вот такие вот заслоны, а пропускать в себя, чувствовать и выводить вот то, что пробуждается внутри. Вот это, наверное, важно. Да, действительно, это обретать честность с самим собой, а через это полностью трансформироваться, присобираться мир вокруг. Большую часть всего того, что происходит, головой объяснить невозможно. Ну, то есть, чем больше пытаешься объяснить головой, тем меньше понимаешь, что происходит. Ну, это вот особенно важно слышать от мужчины, да? Потому что мужчины же вообще собирают мир через... Ну, мы все, я тоже очень много в голове живу, но это просто разные миры, их можно разъединять, им это можно управлять. То есть, можно голову отдельно. Вот, наверное, то, что сейчас происходит, это голову я оставил где-то в Москве сейчас. Можно и приехать под Москвой без головы. Без головы, да. Ну, тебе очень идет. Я не знаю, какие вы ребята с головой, но без головы нам очень идет. Света. Света психолог, Света автоном, Света рассказывает про то, что в какой-то момент своей жизни я отказалась от пищи, да, от воды. При этом она говорит, я сюда вас не веду, но при этом в ее поле нам не хочется есть. Но она точно говорит, что ведет людей, направляет людей к себе. И если мы смотрим вот на этот ретрит, как путь к себе, какие-то пазлики собрались? Я думаю, что многое закладывается. То есть, я вот на самом деле, то есть, если говорить о подзыве, то есть, я шел, я не знал, что скажу, потому что, в принципе, пока еще, говорю, это только вот начало раскрытия, потому что очень многие вещи объяснить я не могу. То есть, для того, чтобы просто даже вот говорить, да, нужно что-то понимать, что ты говоришь, да, и понимать, что происходит внутри. Трудно сформулировать слова, да, это все? Это, ну, действительно трудно сформулировать слова, да. И это нужно проживать энергии, чувства, ощущения, то есть, погружаться внутрь. То есть, просто закрывать глаза и проваливаться в чувства. То есть, вот, как Света говорил, да, то есть, по сути, у нас нет ничего, кроме чувств. То есть, все то, чем награжден человек от природы, да, это способностью чувствовать. У нас есть множество разных чувств, и видеть, и слышать, и вкус, и осязание, и бонет, ну, то есть, множество. Но, помимо этого, есть еще чувствование внутреннее. И когда проживаешь через чувства, то жизнь выглядит совершенно в других красках. А как вот в этом контексте чувствование для вас пришла медитация с бубном? Две было даже медитации? Я вообще в первом уснул просто сразу. Тебя вообще выключило, да? Меня выключило. Я очень часто, кстати говоря, вот когда в таких практиках участвую, то есть, меня очень... Ну, это, видимо, тоже от головы. Ну, то есть, голову выключаю. Я, кстати говоря, в тот день головная боль была очень сильная. Ну, она тоже программа в голове очищается. Тут же вырубила, да. Для меня медитация с бубном прошла очень интересно, новый опыт получила. То есть, я почувствовала... Сначала легла к бубну боком, то есть, это лежа проходила эта медитация, но я почувствовала, что как будто бы вот неравномерная вибрация идет, я перелегла головой к бубну. И вот тогда вот прям целостно, например, вот такими мурашами было ощущение распадания моего тела на какие-то молекулы, а потом уснула, и после того, как проснулась, вот это пробуждение, ощущая новое состояние своего тела, оно было плотное и какой-то вот не имеющей границы. Очень тяжелое, такое вот прям концентрированное, именно уплотненное вот такое состояние было. Вот, а отвечая на твой предыдущий вопрос, я хотела все-таки рассказать, что первая встреча со Светланой, она привела меня ко мне. То есть, тогда я привела себя... Вот именно на поляне. На поляне, да, вот этот подъем в горы, вот эти вот буквально... Буквально один день, буквально один день нашей встречи, второй день, ну, в смысле, общения, второй день подъем в горы, очень ресурсно, ну, я уже писала вот про это, да, можно вот присмотреться, кому-то интересно. Ну, вот всего лишь два дня общения, они помогли настолько вот пересобрать не себя саму и заглянуть через себя в мои отношения, в первую очередь с моим супругом, с моим любимым человеком. И вот это вот стало такое, знаешь, как сначала обретение себя, а потом выход в танец двоих. Вот это вот так как-то, знаешь, запускается процесс взаимодействия. Вот это было как процесс месяц проживания после первой встречи в горах. Так, эта встреча помогла мне вскрыть отношения с моим родом, с моими родными. Я увидела отношения с детьми, я увидела отношения с родителями, то есть я поняла, что да, вот в себе помыла, в нас помыла, теперь пошла дальше там, расширять круг, скажем так, выхода на истинность, на честность вот этих отношений. Да, ну лучше не сказать, а то нужно только прожить. Ребята, а что вот можете вы сказать вообще про то, что вы приехали парой? Вот какая ценность того, что вы именно парой здесь? А только так и нужно, наверное. И вот когда Наташа проходила это в Сочи, я же был... Здесь, да? Да, дистанционно. И, ну то есть у меня это тоже проходили процессы все. То есть, во-первых, это, ну то есть чувство... Все равно связи, да? Да, 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 на расстоянии и... ну это важно проходить вместе. Да, если есть желание быть вместе, то обязательно идти этот путь вместе, потому что когда один отлетает, там идет в процесс раскрытия, второй не понимает, что происходит, он, ну просто действительно пути начинают расходиться. Поэтому очень важно проходить эти процессы. Еще я первый раз в жизни была свидетелем, когда люди были в практике гвоздестояния, бары. Я вообще вам очень благодарна, что, во-первых, приехали именно пары, во-вторых, я вот свидетель таких классных опытов, вот, очень интересных, вообще даже внешне это было очень интересно смотреть. Как для вас это было внутри, расскажите. Ну это была больше, наверное, практика больше про меня. По жизни я всегда искала опору в ком-то. Вот, ну как-то так сложилось, да, это мой путь. То есть я всегда старалась... да, я сильная, я мужественная, я всякая такая вот классная, да, но вот почему-то мне всегда нужен был кто-то, на кого я могу опереться. И вот в этой практике я прям очень ярко почувствовала вот этот вот триггер, когда во мне вот эту опору нужно отпустить, когда мне нужно положиться на себя. Ну, сначала, конечно же, это была выгрузка. То есть первое ощущение, когда встаешь на гвозди, это сильнейшая боль в стопах. Но я понимаю, что это... то есть я полный сосуд боли, и я не могу больше ни капельки этой боли в себя вместить. И начинает, ну, как будто колпачок срывает, то есть начинаешь выгружать всю эту боль, весь стресс, все накопленное, вот то, что копилось за всю жизнь. И когда ты опустошаешься, как сосуд, чувствуешь поддержку любимого рядом, когда ты понимаешь, что, да, он важен, но ты есть у себя, вот эти вот все процессы проживания на гвоздях, они просто, ну, уникальны, они бесценны. Что с тобой произошло? Какая трансформация? Трансформация. Я выгрузила весь свой старый груз-балласт, именно про гвозди, если ты говоришь. Через боль, да? Да, боли, боли, то есть боли как таковой на гвоздях нет. Эта боль, она во мне. То есть гвозди лишь запустили процесс выгрузки вот этого. Ну, я сравниваю, как я, это чехол, а внутри меня лодка. И вот во мне, когда лодка в чехле, просто автоматически на дуф лодки включили, то есть это вот просто разрывало состояние вот этого вот всего, что накоплено, и оно пошло выгружаться. И когда выпускаешь все, что тебя тяготило, ты понимаешь, что никакая энергия не могла пробиться через все это. То есть ты неосознанно копишь, уплотняешь, уплотняешь за всю жизнь, и уже привыкаешь настолько к этому состоянию, что не отдаешь себе отчет в том, что вообще с тобой происходит, перестаешь себя чувствовать. А когда ты снова возвращаешься к чувствованию себя, совершенно по-другому начинаешь воспринимать и себя, и мир вокруг. Андрей, когда я смотрела на тебя на гвоздях, я вот честно, я просто думала, он вообще этот, это вообще человек, нет. Вот просто ребят, видите, он просто встал на них, знаете, у него в ней один мускул не дрогнул, голос за кадром, я все время только удивляюсь себя. И вот этот человек не дрогал ни один мускул, и просто он простоял, я не знаю, там, сколько вы простояли, будет что-то очень долго уже. 50 минут он простоял. Но здесь не вопрос времени был. У меня это как было вообще? Я никогда не стоял на гвоздях до этого, но почему-то вот когда начали рассказывать про гвозди, особенно про всю вот эту боль, у меня, действительно, мне не было страшно. Ну, то есть я понимаю, что такой боли, мне бывает больно в жизни. Но тут почему-то вот про гвозди не было... Страха? Не было страха совершенно. Вот. И, ну да, я действительно встал, и первое время, наверное, первые минуты, для меня основная задача была поддержка любимой. То есть ты был сконцентрирован на то, чтобы Наташу поддержать? Да, на то, чтобы поддержать. И первые минут 10, наверное, да, я держал, и, ну, как бы думал об этом. И ты не чувствовал боли? Потому что боль, она вот... Нет, она, безусловно, была. Она была, но она была где-то далеко. Ну, то есть она где-то есть, но она как бы... Вторичная была. Да, но после, когда я отпустил, ну, то есть я же отпустил Наташу, да, в ее собственные переживания, в ее собственные чувствования, и просто стоял, да, рядом. Я начал погружаться именно в свои чувства, в свои ощущения. И я понял, что я на самом-то деле боли в себе никогда не копил. Ну, то есть у меня просто жизнь такая, что я в себя боль никогда не складываю. Вот, есть такое, да. То есть если есть боль, она выбрасывается, да. То есть именно всегда, всегда выгружена была. То есть смотри, у меня боли нет. И, возможно, поэтому... Сложно, да? Да, боли и на гвоздях ее не было. Но я потом танцевал. То есть у меня уже просто когда было, да, то есть я ждал, да, ждал. Я видела это. Я своим глазам не могла поверить. Просто когда ты переминаешься с ноги на ногу или отрываешь ногу от гвоздей, тебе надо снова пасать, это же дополнительная боль. Любое дополнительное движение – это боль. Я смотрю, боль внутри, и на гвоздях, и на гвоздях. А Андрея, и на гвоздях, и на гвоздях, и на гвоздях. Ой, такая, ну, боже, что-нибудь дает у этого человека. Да, но после этого еще встал на вот уже... Другие, да, другой шаг, да? Да, другой шаг с более широким шагом. Вот там уже почувствовал вот этот огонь, лаву в ногах. Ну, надо дальше еще. Ну, то есть в принципе еще пока недостаточно. То есть это вот та энергия, которая есть. То есть на следующий уровень, ну, приедем в следующий раз. Да, мы сейчас переварим, усвоим, строим свою обычную жизнь. То есть, то, что уже раскрыли, и приедем снова. Ну, второй раз, когда мы с Наташей встали, уже... Да, мы тоже, да, два раза встали. Мы же второй раз вставали, да, уже выгружена. Да, да, я второй раз совершенно спокойно встала. У меня уже не было боли, которая вот меня вот так взорвала в первое. Спокойно, да? Совершенно спокойно встала, да. Я уже действительно раскрыла свой ресурс. То есть я почувствовала, как течет энергия, почувствовала наполнение, вот этот же токонь. Вы же в паре опять встали, да? Опять в паре, да. То есть у вас опять была топорная практика? Тантру, мы тантру делали на гвоздях. Это секретный тетик. У вас уже секретики появляются. К мастеру, к мастеру, пожалуйста, приходите, вам все покажут. Больно только если есть боль внутри. Не нужно держать боль в себе, и тогда я люблю. Ирина давала гвозди, практику, и игру радуга в радуге. Как вообще себя нашли, увидели что-то полезное для себя, удалось взять? Очень интересно, да. Ну, там в принципе все полезно. Не только то, что моих шагов касается. Но это очень интересно, как раскладывается просто. Кидаешь кубик. Ну, то есть это же, ну как, кубик это же не только вероятность. Кубик, конечно же, не кубик. Это вселенная говорит с тобой. Вселенная говорит через вероятности, да. И действительно, то есть я прокидал там целый шаг. Мне еще с этим работать много. То есть и головой, и чувствованием. Вот, то есть заложено очень многое. То есть в процессе игры, ну то есть это же не игра, это же тренажер определенный, да. Это же то, на что обратить внимание. Тренажер, то, на что обратить внимание. Это очень классный такой удар. Подсвечивает, подсвечивает. У меня в какой-то момент, ну то есть в очередной раз бросаю кубик, да, вот этот вот. Видишь, куда тебя ведет по твоему запросу. И ты говоришь, да как, да как про меня все знают здесь. Почему кубик про меня все знают? Какой-то кубик, да, просто картонка на полу, все про меня знают. Ребята, как вам понравился наш сюрприз сегодня утром? Встреча с нашим прекрасным Гастоном. Тебе даже удалось с ним поговорить на своем прекрасном английском, да, я так понимаю? Ты не нужен, мне приводчик не нужен был. Я причем слушал дважды. Я сначала слушал его, потом слушал. Можно уже, Саша, там, да. Перевод, кстати, был шикарный, просто очень точный мне, да, отозвалось. Ну, во-первых, вот я даже подошел, сказал ему, что мне очень отозвалось, насколько концентрированно он смог дать очень емкую информацию. Ну, то есть, это можно бесконечно долго слушать. Но, по сути, он ведь сказал все то, что есть в открытом доступе, да? Да, да. Но настолько концентрированно, упакованно, то есть, прям вот слаженно. И он отвечал, причем я вижу, что он отвечает это не из головы. То есть, он как-то вот куда-то вот запрос как-то так посылает. И льется из него. То есть, да, запрос загружен, как, ну, не знаю, сейчас вот можно сравнить, сейчас эпоха искусственного интеллекта, да, как промпт в нейросеть загружается. Вот так же, да, загружен вопрос, получен ответ, причем настолько емкий, вот вопрос про, что для вас вода, да, такой интересный вопрос был. Но вода – это вибрация. То есть, еда – это больше феерия вкусов, да, а вода – это определенный… И вода, она же, вода же, она передает, хранит вибрации в зависимости от своего… Информации. …агрегатного состояния передается, да. Ну, то есть, просто насколько емко, то есть, буквально ответ длился одну минуту, но сколько всего, то есть, какой… Не стилось в это, да. Сколько, да, емко. Я, кстати, я вот действительно чувствую, любые ответы, они приходят не словами в уши или в голову, а она приходит вот таким пакетом информации, которая загружается, а потом распаковывается, еще долго догоняет. Вот, ребят, еще такой вопрос. А, я, кстати, еще подсвечу, да, что мы сейчас говорили про встречу с Гастоном. Это человек, кто живет без твердой пищи, на практически минимальном питании, жидком, да, там это иногда соки, иногда чаи. Вот он приезжал сегодня на встречу со Светланой, записывали они видеоэфир, а мы присутствовали и имели вот возможность тоже повзаимодействовать. Вопрос. В эфире, в ютубе очень много бесплатной информации, и там очень все это много всего рассказывают. Вот в чем разница, смотреть эти эфиры или приехать на пять дней сюда? Поле. Поле, да. Ну, во-первых, вживую, когда ты видишь человека, когда ты чувствуешь свою энергию, когда можешь взглянуть в глаза вот так глубоко. Ну, то есть, экран не позволяет такого сделать. Соединяешься с совершенно какими-то другими состояниями вот этим человеком. То есть, вот что такое поле? Вот, наверное, вот это. И когда тебе действительно не нужны слова, а когда ты чувствуешь вот эту вибрацию, она от сердца к сердцу идет. Очень часто ответ получаешь еще до того, как он прозвучал голосом. Ну, то есть, возникает вопрос, и ты уже как будто, ну, то есть, ты уже понимаешь. И Светлана начинает это озвучивать. Ну, то есть, в эфирах этого не бывает. То есть, в эфирах ты должен слушать ушами и головой. Ну, плюс, когда ты слушаешь эфир, ты живешь в своей обычной жизни, ты в погружении в свои какие-то дела. А здесь тебя вырывают из твоего социума, из твоих привычных шаблонов, действий, каких-то всего, там, мыслей, заботы, хлопот. И ты целостно отдаешься этому процессу и соответствующий результат получаешь. Минута у нас осталась с вами. Прошу вас, напутствуйте, пожалуйста, тем людям, которые смотрят сейчас, возможно, этот эфир. Приезжайте парами. Я про это же хотел сказать. Я про это же читала. Мы читаем мысли друг друга, кстати говоря, да. В любом случае, проработки будут у обоих. Просто лучше это делать рядом и вместе. Находясь в одном поле, нежели это будет на большой дистанции. Я вам очень благодарна, что вы вообще этот прекрасный опыт, да, именно парного прохождения всех этих процессов привезли сюда. Его просто проявили. И это очень ценно. Это очень бесценно, ребята. Бесценно. Я на самом деле так была рада, что вы именно вместе приехали. И так на вас приятно смотреть, как вы вместе взаимодействуете. Именно что вы пара. Это просто очень красиво. Еще очень интересно узнавать про себя, про друг друга, про прошлые опыты, раскрывая вот через практики эту информацию. Спасибо, ребята. Спасибо. Благодарю. Спасибо. 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 Спасибо.